Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. Мой сегодняшний собеседник, политехнолог Борис Тизенгаузен. Борис, здравствуйте. Добрый день. Сегодня в Москве состоялся саммит ОДКБ, членами которого является Российская Федерация, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. И во время открытия этого саммита российский диктатор Путин сделал ряд заявлений. Эти заявления мы с вами сегодня и обсудим. Он заявил, что биолаборатории США в Украине занимались разработкой биологического оружия. Играет старая пластинка. В Украине наблюдается разгул неонацизма, на что коллективный Запад закрывает глаза. Тоже, по сути, ничего нового. И также он сказал, что расширение НАТО носит искусственный характер. При этом добавил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией. Поэтому само их вступление в Северно-Атлантический Альянс не создает непосредственной угрозы. И это несколько противоречит общему тону тех заявлений, которые уже ранее звучали из Москвы. Вот на ваш взгляд, почему реакция Путина оказалась намного сдержаннее, чем ожидалось относительно потенциального вступления шведов и финнов в НАТО? Ну, во-первых, Путин проговорил основные страшилки для россиян. То есть, что НАТО расширяется, что биолаборатории, что разгул неонацизма. И если бы мы не начали войну, то нацисты были бы здесь сейчас и в Воронеже, и в Москве. То есть, он это проговорил. Плюс он попытался напугать представителей и членов ОДКБ, сказав о том, что НАТО это коллективная угроза, это не только российская угроза. Хотя мы прекрасно понимаем, что все остальные страны, абсолютно кроме Лукашенко, естественно, абсолютно понимают, что НАТО это страшилка, которая была разработана, как и во время Советского Союза Америка, коллективный брак, злодей. Это было разработано для рядового россиянина, чтобы показать, что все беды и невзгоды, весь тот отвратительный уровень жизни, в котором сейчас находятся россияне, это все НАТО, это все оттуда, это все санкции, уж никак не российское правительство. То есть, проговорили. Но, честно говоря, мне вот это заседание ОДКБ напомнило какое-то заседание Политбюро, где каждый читает с бумажки свою повестку, и каждый пытается какую-то формальную мысль донести. Там Армения что-то пыталась упрекнуть, что не так ОДКБ действовало. Лукашенко опять рассказывал нам, что я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение и так далее. Да, только карты не показывал в этот уже раз. Да. То есть, это заседание таких лидеров, которые не просто там в десятилетней давности застряли в янтаре в каком-то, а застряли в прошлом веке. Но то, что они продают своим избирателям, своему народу, это работает, потому что у них есть полная монополия на телевизор, их государственный, с которого они вот все то же самое вместе со своими пропагандистами рассказывают. Поэтому, вот они это пока что продают. Они собрались, как-то пожали друг другу руки. Путин, естественно, если кто смотрел это заседание, Путин уселся во главе стола, рассадил всех подальше, чтобы на него центральная камера была, и показал, кто... Вот и вся задача была этого ОДКБ. Естественно, они там в конце выдали еще один важный момент, что ОДКБ будет проводить ряд учений совместных в этом и в следующем году. Якобы для того, чтобы показать вот их мощь. Но их мощь мы уже увидели в Украине, я имею в виду российскую армию. Поэтому Путин еще решает одну задачу, мне кажется, важную. Для представителей ОДКБ он теряет авторитет, потому что российская армия терпит поражение в Украине. И как раньше заявлять о том, что российская армия является столпом и двигателем ОДКБ, и мы к вам всегда придем на помощь и поможем вам в любой ситуации, это уже не очень работает, потому что все видят, что происходит в Украине, как россиян здесь сжигают вместе с техникой. Поэтому Путин пытался решить еще и эту задачу, показать, что ого-го мы еще можем. Я думаю, что где-то в кулуарах он представителям ОДКБ рассказывал, что такое у России современное вооружение, да мы его просто еще не показывали, да на самом деле вот так. И плюс он, да, вы абсолютно правы, что он решал еще одну задачу. Он решал задачу оправдать, а Россия, которая так старалась отодвинуть НАТО от своих границ, на самом деле НАТО это пододвинуло к своим границам. И он решал задачу оправдания, почему позиционно он проиграл эту войну, почему информационно он проиграл. Поэтому он придумал тезис, что Финляндия и Швеция не представляют угрозу как члены Альянса, а вот только Украина представляет угрозу. Потому что есть территориальный спор, это то, о чем говорил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Формулировка такая прозвучала, территориальный спор, но мы понимаем, что относительно Крыма вопрос. Ну, по логике Кремля. Есть, да, но финны же в своем репертуаре, они же и ответили Путину, что мы готовы положить еще там какие-то сотни тысяч российских солдат, как мы в 1939 году в Советско-финской войне сделали. А я напомню, что тогда Советский Союз обвинил Финляндию в угрозе территориальной целостности Советскому Союзу, на что Финляндия сказала, а как это так может быть? Мы же вообще-то у нас население столько же, сколько у вас в Ленинграде. И Советский Союз сказал, ничего не знаем, обстреляли какой-то свой контрольно-пропускной пункт и двинули на Финляндию. Имея превосходство там раз в десять в авиации, столько же в технике и в живой силе в том числе. И на самом деле полегли огромное количество советских солдат в Советско-финской войне. Да, Финляндия тогда лишилась 11% своей территории. Но финны показали, что даже маленькая гордая страна, которая борется за независимость, может дать жесткий отпор Советскому Союзу. И самое интересное, Гитлер ровно после Советско-финской войны принял решение, что советская армия не такая уж и мощная, и что можно нападать на Советский Союз. И дальше все произошло то, что мы знаем из истории. Поэтому задача Путина была хоть как-то успокоить вот этих авторитарных лидеров. А мы видели, что он с каждым потом еще отдельно встретился и сказал, я вас очень рад видеть, и вообще вы большие молодцы, и мы тут могучая кучка, и мы будем противостоять всему миру. На самом деле, мне кажется, сейчас правительства даже авторитарных бывших советских республик подумывают о том, а нужен ли им такой всемогущий, как говорит Путин, союзник. Поэтому абсолютно унылое зрелище. Давайте так прямо скажу. Такое ощущение, что они вот в формалине все там сидели и с этих бумажек что-то зачитывали. Борис, то есть исходя из той публичной риторики, которая прозвучала сегодня, то, что сказал российский диктатор, то, по сути, Путин проглотил решение и Финляндии, и Швеции вступить в НАТО. То есть он с этим смирился, несмотря на то, что после неофициальных заявлений как со стороны шведов, так со стороны финнов, а потом, когда уже начали поступать официальные заявления с финской стороны, когда и президент, и премьер-министр заявили о том, что да, мы будем подавать заявку на вступление в НАТО, и мы помним ту истерику, которая началась в Российской Федерации, то как бы Путин, по сути, идет в разрез с той пропагандой. Он не идет в разрез, он просто подстраивает текущую ситуацию, как это всегда происходит в России, под некий условный план. Вот знаете, когда они говорят, спецоперация, как они это называют, идет по плану. Но если бы нам всем сначала показали этот план и сказали, вот план такой, захватить Донецкую, Луганскую области в границах областей, или присоединить Херсонскую область, плана нет никакого. В середине мая отступать в Харьковской области. Да, простите, пропал. План формируется по ходу действий, по ходу проигрыша армии Российской Федерации. В итоге этот план может свестись до деноцификации, или демилитаризации, как они изначально заявляли. А что это такое, никто не знает до сих пор. Вы спросите рядового россиянина на улице, что такое демилитаризация. Он вам не скажет. Деноцификации они вообще выговорить не могут. Поэтому этот термин сейчас потихоньку уходит из российского инфополя. Поэтому я думаю, что они будут корректировать план ровно до того момента, когда будут понимать, что они реально могут сделать. Поэтому, да, задача Путина была просто собрать эту группировку, попросить их сказать, что смотрите, ну раз вы на 9 мая ко мне не приехали, то хоть сейчас что-то скажите. Ну как будто мы вместе, как будто Россия не одна. Они продадут, конечно, этот продукт пропаганды своим избирателям. Смотрите, на самом деле Советский Союз до сих пор существует. Да, есть некоторые чипенцы, как страны Балтии и так далее, которые ушли куда-то туда, в Европу, где все абсолютно плохо, где геи, где афроамериканцы едят голубей на рынке в Нью-Йорке и так далее. И чем страшнее пропаганда, самое интересное, тем лучше она работает на рядового россиянина. Потому что мозг рядового россиянина сейчас должен придумать себе оправдание. Почему я буду жить в 100 раз хуже, чем жил до этого. И вот ему вот такие оправдания приходят, что все против нас, весь мир против нас. Но на самом деле, смотрите, вот мы с Политбюро собрались и сказали вам два добрых слова. Взял слово также Александр Лукашенко, белорусский диктатор. Он сказал следующее. Без сплочения нас завтра может не быть. И Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО. Но особой помощи, наверное, от Таджикистана и Кыргызстана ждать Путину не приходится. Но на что надеяться? И вот если же брать в внимание вот это заявление Лукашенко, то о чем оно свидетельствует? Оно свидетельствует о том, что у Лукашенко в принципе другого выхода нет. У Лукашенко все печально с экономикой. Рядовые белорусы вам могут подтвердить. У меня есть несколько знакомых, которые там живут, которые говорят, рост цен, безработица, крупные заводы просто встали. Продавать, покупать никто ничего не хочет. Поэтому у Лукашенко единственное, его сейчас единственный спасательный круг – это российские деньги. Но Россия в этом году денег Лукашенко не дала. Она ему просто продлила кредитные обязательства, а раньше она ему просто давала деньги. Вот тебе деньги там, вернешь потом. Сейчас ему продлили просто срок возврата к эдитам. Поэтому Лукашенко понимает, что ни от какой другой страны он деньги получить не может. Поэтому Россия – это его главный спасательный круг. Вот Россия его может спасти. И Лукашенко также понимает, что его экономика умрет намного раньше, чем экономика Российской Федерации. Она не настолько имеет предел прочности. Поэтому его задача сейчас – кричать на всех углах. А вот обратите внимание, насколько филигранно, как флюгер политически он работает. Он сидит на шпагате между тем, чтобы со своей территории не начинать наступление. И он до конца оттягивал этот момент. Так он и свои вооруженные силы Республики Беларусь не бросил наступление. Но денег от России он хочет. Поэтому вот он пытается сейчас выторговать что-то. Но с каждым днем, с каждым месяцем его положение будет ухудшаться. И не исключаю такой момент, сейчас конспирология начинается, внимание. Это самое интересное. Да. Что через какой-то промежуток времени, когда Путин поймет, что отжать, например, Херсонскую область не получается. Что не все так радужно на фронте в Украине. Он может подумать, что, а чем Беларусь не, как говорится, приз для рядового россиянина. Мы же хотим там Советский Союз. Мы же красные флаги на День Победы вывесили. А может мы Беларусь вернем в лоно Советского Союза. Вот и между этим тоже. Я не знаю, сколько ног у Лукашенко или сколько табуреток, чтобы усидеть на этом шпагате. Но у Лукашенко есть и эта угроза. Что Путин рано или поздно может сказать, слушай, Лукашенко, победы мне нужны. Там побед нет. Ты особо мне не помогаешь. Ты мне не помогаешь. Поэтому извини, пожалуйста, Беларусь присоединяется к России. Есть вопросы или возражения? Я думаю, что у Лукашенко их не так много будет. То есть исходя из той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем на фронте, и вот эта конспирология, которая, на мой взгляд, она имеет право на жизнь. И во временном отрезке, когда может быть реализован этот сценарий или положено не ему начало? Ну, начало уже положено. То есть там же пару десятков союзных договоров уже заключены. Экономическое поглощение Беларуси уже началось. Вопрос в том, когда наступит политическое поглощение Беларуси. Лукашенко, естественно, не устраивает позиция губернатора Беларусской области. Потому что губернатора Беларусской области сегодня этот, завтра другой будет. Но у Лукашенко все сложнее становится. И мы видим, вот если кто-то подписан, сейчас не агитирую, но для веселого настроения, я подписался на телеканал пропагандистов Лукашенко, которые его информактивность сопровождают. Посмотрите, что происходит в последнее время на этом канале. А там происходит следующее. Лукашенко вот так кружком министров вокруг себя сажает и орет на них и говорит, почему посевная там не вовремя, почему денег нет в бюджете, я вас всех там накажу, я вас вот тебе даю конкретное поручение. То есть вот что делает Лукашенко. Он уже нервничает, сильно нервничает. Поэтому я думаю, что такой сценарий возможен. И будет ли это для рядового россиянина победой, что Беларусь и так, которую они считали своей, куда они свободно ездили, вдруг присоединится? Это тоже вопрос. Просто нельзя компенсировать проигрыш в Украине присоединением и так относительно лояльной Беларуси. Это уже крайний, наверное, будет способ. Тем более, Борис, все чаще озвучают заявления о потенциальной капитуляции Российской Федерации в этой войне. И Генс Толтенберг, генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что Украина может победить в этой войне. И Альянс будет и в дальнейшем помогать официальному Киева, чтобы Украина достигла этой победы именно на поле битвы. И все чаще, вот даже те представители, которые говорили исключительно о дипломатии, о переговорах, тут можем вспомнить и Петра Алексеевича, про пули такой дипломатичный шлях, то большинство из них сейчас говорят о том, что исход состоится именно как раз на поле битвы. Вот давайте немного с вами поговорим о политических маневрах Кремля. Что может быть? Потому что все мы жили в ожидании 9 мая определенных решений политиками, ну точнее не политиками, а единственным человеком, который принимает решение Путиным 9 мая, но этих решений не последовало. Что дальше? Дальше, мне кажется, наши официальные источники довольно точно определили ход дальнейших событий. Это затяжная война. Тут вопрос, насколько затяжная. Для кого-то это три месяца уже затяжная, для кого-то это до конца года, для кого-то там еще дальше. Здесь мы должны перестраивать экономику нашу уже, с учетом того, что Россия, возможно, будет стоять там на востоке и пытаться периодически атаковать и юг, в том числе, пытаться там разместить какие-то свои ПВО на Змеином, пытаться перекинуть десант, качнуть ситуацию в Приднестровье. Мы об этом, кстати, забыли. Хотя Россия не оставляет вот этих попыток раскачать ситуацию в Приднестровье. Я думаю, что сегодня, на сегодняшний день целый ряд агентов российских прибыли в Приднестровье с одной простой задачей раскачать ситуацию изнутри и показать, что Украина на вас может напасть. Именно поэтому эти фейковые криворукие теракты в Приднестровье возле объектов инфраструктуры, возле объектов каких-то правительственных там, ну и так далее. Молдова, в принципе, руки умыла. Молдова сказала, что мы армию, к сожалению, не построили, поэтому будем надеяться на помощь наших соседей. Но тут вопрос, как поведет себя Румыния, как поведут себя другие соседи. То есть Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию, возможно, имитация учений в Беларуси. Возможно. С небольшим количеством военнослужащих российских, с большим количеством белорусских военнослужащих. Для чего? Для сдерживания нашей группировки как раз на том направлении. Возможно, имитация, ну уже точнее это происходит, дестабилизация в Приднестровье для сдерживания нашей группировки там. Поэтому мне кажется, что Россия будет пытаться со всех сторон сейчас вот как-то по чуть-чуть попробовать что-то, но в успехе я сомневаюсь. А дальше задача, вот смотрите, они же перешли от объектов военной инфраструктуры на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры. Это элеваторы, это логистические центры. То есть задача сейчас, они чуть поменяли задачу. Разрушение экономики. Да, мы быстро довольно перестраиваемся. Но они будут пытаться, имея определенный запас прочности своей экономики. И здесь вопрос к нашим партнерам западным. Все-таки сейчас, несмотря на относительно в их информационном поле момент затишья, ну нет у нас сейчас вот для них каких-то активных боевых действий на всей территории Украины. Так они это видят. Задача не просто не уменьшать или не замораживать санкции. Задача вводить их еще массивнее. Задача блокировать слифт полностью. Не по конкретным отдельным банкам. Нефтяной амбарго, это номер один. Нефтяной амбарго. Санкционного списка. И в принципе Байден об этом говорил. Байден говорил о том, что пора российскую экономику, которая собственно снабжает российский ВПК, уничтожить. И вот теперь мяч на их стороне. И мяч на стороне наших дипломатов. В принципе, мне кажется, наши дипломаты работают сейчас неплохо. Но с течением момента затяжного вот этого будет охладевать интерес к Украине и к войне в Украине. А тут не дай бог еще Россия расконсервирует где-то на Ближнем Истоке еще какую-то войну. Как они это умеют? Бросят туда ЧВКшников, руками каких-то, как они это делают всегда, ополченцев. И будет смещен акцент. И польются беженцы и оттуда в том числе. А выдержит ли Европа сейчас два потока беженцев? Это большой вопрос. Поэтому, мне кажется, Россия эти сценарии прорабатывает. И вот как только будет намек на... Да даже какой намек? Просто вводите жесткие санкции, уничтожайте Россию как страну. Поверьте, потомки вам только спасибо скажут. Ну, как итог, рано расслабляться. Это то, что говорил также и Михаил Подоляк, что военное положение, война продолжается, не стоит расслабляться. Да, приближается лето, красивая, хорошая погода. Но, тем не менее, все мы, то есть все общество, оно должно быть мобилизированным. Борис, огромное спасибо вам. Борис Тизенгаузен, политехнолог, был сегодня вместе с нами на Политэка. Благодарю всех наших зрителей и слушателей за внимание. Берегите себя и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова